Ко мне Лариса пришла. Сегодня снимаем видео и будет оно на канале Ларисы. А завтра второе видео будет на канале Ларисы, где мы покажем вам, как она стряпает торт Наполеон. Мы уже готовы. Медовый. А, да, торт медовый, точно. Лорик, давай, вещай. Всем здравствуйте, всем Лениным подписчикам и всем тем, кто случайно заглянул сегодня на эту страничку. Я, в первую очередь, хочу поблагодарить всех вас за ваши такие приятные отзывы. Если честно, я, конечно, вообще не ожидала. Я читала и прямо вот со слезами на глазах, можно сказать, правда. Потому что настолько это было приятно и неожиданно для меня. Поэтому огромное вам всем спасибо. Я вот, конечно, сейчас волнуюсь немножко. Лариса начинает сразу рыдать. Вы привыкнете к этому. Она такая сентиментальная, очень нежная. Поэтому не обращайте внимания, подбадривайте ее. И то, что она решилась по вашим просьбам открыть свой канал, мы просто должны быть ей благодарны. Потому что ей реально есть чем поделиться. Она ведь не только хозяюшка, она еще и украшения делает. Поэтому если она покажет вам их обязательно на своем канале, и если у кого-то возникнет желание заказать, то пожалуйста. Лариса, а ты переделывать сможешь? Ну, конечно. Я уже переделывала, да. Если помнишь, когда у нас был магазин, и очень много покупателей приносили свои изделия на переделку. Так что, если кто желает переделать свои украшения, ну, какие-то устарели, может, видоизменить что-то хотите, пожалуйста, связывайтесь с Ларисой. Она с удовольствием вам пристает. Да. Я сегодня вот приехала специально к Лене в гости. Ну, во-первых, мы немножко с ней празднуем ее день рождения. Во-вторых, мы завтра для вас специально будем снимать ролик по поводу этого тортика, который вам всем приглянулся. Просто дело в том, что сейчас у меня пока, ну, так неожиданно все образовалось, что мне надо срочно открыть канал. Вы все там мне об этом говорите. А я была к этому вообще не готова. Я и сейчас, честно говоря, к этому не готова. Поэтому, естественно, мне нужно и камеру приобрести, и так как мы живем за городом, у нас только мобильный интернет, поэтому нам нужно еще и приобрести хороший, наверное, ноутбук или там компьютер что-то купить. Поэтому видео пока я буду снимать вот у Лены с ее разрешения. Спасибо ей, конечно, большое за предоставленную эту возможность. Вот, конечно, она сделала мне такую рекламу, что я такой супер-пупер кулинар. Хочу вам сказать, что я готовлю все точно так же, как и все вы. И рецепты у меня самые наипростейшие, потому что заморачиваться я, честно вам говорю, не люблю. Я люблю, конечно, и стряпать, люблю очень много спеку, и люблю просто готовить там разные блюда. Буду делиться с вами всем тем, чем я пользуюсь каждый день, скажем так. Если вам это, конечно, интересно. Помимо этого у меня еще и огород. У кого есть огород, милости прошу ко мне в гости. Будем с вами обмениваться секретиками, как что мы выращиваем на наших огородах. Вот, потом я могу еще с вами поделиться, а не буду все рассказывать, чем я буду делиться. Ну ладно, интригусы зададим. Пусть это будет секрет, да, потому что поделиться есть чем реально, но я все сразу не буду, наверное, вам сейчас рассказывать. Хорошо. Постепенно. Ларис, и еще у тебя такой вопрос задают, когда мы про эти антрикоты. Как их? Как там? Стейки. Стейки. Да называй как хочешь. Ладно, ладно, если назову антрикотами, меня поймут. Все поймут. В общем, там спрашивают. Мы же вроде как все рассказали, показали. Заливаешь, духовочку ставишь. Люди задают такой вопрос. А переворачивать надо? Нет. Их переворачивать не надо. Мы, конечно, этот момент упустили, но у нас и не было такой цели, прям конкретно показать вам, как это готовится. Поэтому, прошу прощения, ребенок, мы зайти не можете. Мы прервались, потому что Настя пришла. Да, Настя живет недалеко от Лены. Кстати, Лена является крестной мамой для моей Насти. Вот, кто не знает еще. И Настя всегда, как только я приезжаю в гости, и есть какая-то возможность ей прибежать, она бегом бежит сюда. Это же как традиция, да? Как традиция, да. Как раньше в Сосново-Борске мы сюда приезжали. Да. Ну, продолжим про капустные стейки. Да. На чем мы там остановились-то? Переворачивать их не надо. То есть, мы берем вилочки, старайтесь брать небольшие, маленькие, чтобы вам не резать их на 4 части, как это делала я, потому что я просто не нашла маленький вилок на тот момент. Если вы возьмете маленькие вилочки, вы просто будете шайбочками их такими нарезать. Вот, укладываем эти шайбочки на лист. Можно застелить пергаментом, можно просто, если у вас антипригарное покрытие и не прилипает ничего к листу, вы можете просто на лист укладывать. Делаем масло ароматное, добавляем туда чеснок. Масло можно взять оливковое, можно любое подсолнечное нерафинированное, можно и запахом масла использовать. Это абсолютно на любителя, кому как больше нравится. И любые специи, вот какие вы предпочитаете, можете все туда добавлять. Чем больше будет специй, тем более ароматнее будет масло. Все, и когда мы уложили стейки на лист, слегка присаливаем. Можете стейки присолить, можно сразу масло, соль добавить. Это опять же на любителя, кому как больше нравится. У меня просто силиконовая кисточка, я макаю этой кисточкой силиконовое в это масло, и просто каждый стейк промазываю настолько, насколько я считаю нужным. То есть, это все дело вкуса. Кому хочется побольше, пожалуйста побольше. Что касается специй и чеснока, то же самое. Добавляйте по своему вкусу, сколько вам хочется. Мы любим чеснок, мы любим все ароматное, поэтому я добавляю всегда много этого. Как только мы пропитали наши стейки этим ароматным маслом, мы отправляем наш листик в духовочку. Ориентируйтесь, каждая, на свою духовку. Я ставлю в своей духовке на 180 градусов. У меня достаточно мощная духовка на 180 градусов. Время, если честно, я никогда не засекала, но я ориентируюсь по зажарке. То есть, если я смотрю, что капусточка начала зарумяниваться, прямо ничего страшного, если она даже немножечко такая темненькая у вас будет. Она более хрустящая тогда будет. Если сомневаетесь, можно просто вилочкой проткнуть. Если капуста мягкая, легко протыкается ножом или вилочкой, значит она уже готова. Не бойтесь, доставайте и раскладывайте на ваше блюдо так, как вы считаете нужным. Если позволяет, например, купить зелень или может в огороде у кого есть, если это лето или весна, лист салатный, очень красиво смотрится. Положить этот стейк сверху можно посыпать, опять же, любой зеленушечкой, какая вам нравится. Укропчик, кинза, петрушечка, все, что хотите. Вот, готовьте с удовольствием. Надеюсь, сейчас вам будет понятно. Ну, если в ближайшее время я дома буду это готовить, я для вас еще раз сниму это видео более подробно, чтобы у вас уже вопросов никаких не возникло. Да, и под этим видео на Ларисе, на канале, можете задавать любые вопросы. Лариса с удовольствием вам будет отвечать. Ларис, пожалуйста, отвечай на все комментарии. Это очень важно. Тем более, когда у тебя еще не так много подписчиков, и ты можешь всем уделить внимание. Это очень важно. Они ждут, они задают вопросы, они хотят общаться, поэтому старайся, ладно? Да, сегодня вот одна из ленинных подписчиков, ну, обозначена она как Валечка-незнакомка. Здравствуйте вам! Она мне очень такое душевное отправила сообщение на сайт Одноклассников. Мы с ней там подружились. И она поделилась, что она уже приготовила эти стейки. И очень, и очень они понравились. Поэтому я очень рада. Вам огромный привет от меня. И мне приятно очень, что вы воспользовались этим рецептом. И вам он очень понравился. Ну и все. Теперь давайте будем открывать все, что мы заказали. У нас только Лизонька сегодня у нас работает, и она придет чуть попозже. А так мы ее тоже будем ждать. Да. Ну, а картошку потом уже для тех, кто не наестся. Я все равно ее приготовила. Лариса хоть и говорила, нет, не надо. Вы не представляете себе, какой аромат стоит на весь подъезд. Я когда зашла на первый этаж, Лена живет на шестом этаже. Я когда зашла, мы с ней договорились. Я говорю, ничего не готовь, давайте поедим сегодня суши. Потому что мы уже давно суши не ели и как-то вот соскучились. Лена говорит, хорошо, ничего готовить не буду. Я захожу, там такой аромат на первом этаже. Думаю, кто-то что-то жарит. Прям такое, аж слюнки потекли. Поднимаюсь в квартиру, захожу, аромат-то отсюда идет. Я говорю, ты что? Говорю, что-то приготовила. Она уже в духовке у нее, там мясо и картошка, и все запекается. Ну вообще, курица, да, мясо, куриное мясо запекается. Поэтому мы сегодня до утра будем пировать. Но мы пожалели ваши животики и тортик мы перенесли на завтрак. Чтобы вы сегодня к вечеру не соблазнялись, да и мы тоже. Да, сегодняшнее видео будет без тортика, а следующее видео на канале Ларисы будет уже с тортом. Да, Ларис? Ну все, давайте открывать и покажем потом, что у нас тут есть. И следом, может быть, еще какое-то интервью у тебя возьму. Ладно, Лариса? А может, у Насти? Хорошо. Настя что-нибудь расскажет интересного. Вот такой у нас стол. Тут и горячие, тут и холодные. В общем, девочки мои, приятного вам аппетита. Спасибо. Спасибо, бедные зрители. Я сказала, каково им на это все смотреть. Лорик, у тебя еще спрашивают зрители, расскажи рецепт приготовления Иван-чая. Я знаю, что рецептов великое множество, и каждый готовит по-своему. Там самое главное, чтобы чай был сферментирован правильно. Поэтому кто-то перекручивает, кто-то там между пальцами их перетирает. На самом деле рецептов очень много. Мы тоже с мужем, когда только собирались заняться Иван-чаем, заготавливать его на зиму, мы тоже перелопатили весь интернет. Один мужчина там в комментариях, кстати, нам написал, что в интернете очень много информации, он уже два года как этот чай пьет. Я за него очень рада, за этого мужчину. Молодец. Это на самом деле очень полезный чай. Ну, конечно же, готовить его нужно правильно. Рецептов масса. Если вы пороетесь в интернете, вы каждый для себя найдете нужный для вас рецепт. Мы с мужем выбирали из каждого ролика, как это правильно сказать, ну, с одного ролика мы что-то одно взяли, с другого ролика другое, с третьего ролика третье взяли. Мы выбрали для себя самый оптимальный вариант и, как мы посчитали, самый правильный вариант. Можно сказать, что вы произвели на свет свой рецепт. У нас свой, как бы, рецепт. И я уже, Ленусь, твоим подписчицам, девочкам уже писала, там, отвечала на их эти вопросы, что сейчас я даже не вижу смысла озвучивать этот рецепт, потому что сейчас никто его готовить не будет. Его сейчас нет. А когда наступит весна, мы с мужем прямо запишем целый ролик от начала до конца, то есть, как мы его собираем, потому что собирать его тоже нужно правильно уметь. И где собирать? И где собирать. Я вам расскажу о своих ошибках, когда мы первый год только начинали с ним, какие мы ошибки допускали. И мы на этих ошибках учились, и вот сейчас мы уже готовим чай так, как нужно его готовить. Правильно. Когда вот я открыла эту коробку уже с чаем, и ты ошахнула, да? Да. Какой оттуда аромат шел? Просто вот неимоверный аромат. Его передать словами невозможно. Это просто нужно послушать этот аромат. Вот. Поэтому, когда наступит время сбора Иван-чая, я вам обязательно сниму этот ролик, я прямо вам обещаю от начала до конца, как мы его собираем, где мы его собираем, в каком количестве его нужно собрать, чтобы получить хотя бы маленькую баночку этого чая. Вот. Поэтому об этом мы снимем видео. И я думаю, что мы еще снимем видео не только о Иван-чае, потому что вот Лена знает, что у нас очень много трав мы заготавливаем на зиму. Это и белоголовник мы... Ну, и мелиса, мята, это понятно, это у нас в огороде прям растет. Тысячелистник мы заготавливаем. Помимо этих трав мы заготавливаем просто то, что у каждого огородника есть на участках. Это смородина, малина. Но эти листья, их тоже можно ферментировать. Их тоже можно делать так же, как Иван-чая. Не просто засушить, а сферментировать. Это будет тоже очень ароматный и вкусный и полезный. Это аминезированный прям чайок будет такой. В общем, обо всем об этом я вот постараюсь, прямо очень постараюсь, снять эти ролики и вам показать. Тогда вот вам уже наглядно это будет все понятно, и вы не будете уже задавать каких-то там других вопросов. Лариса, расскажи еще про свои украшения. Вот, ну, или покажи, пообещай, что покажешь украшения. Насчет украшений, я, конечно, покажу то, что у меня есть на сегодняшний день. Дело в том, что впрок я украшения не заготавливала. У меня украшения... Как про Иван-чай. Украшения заготавливала. Я просто имею в виду, что нет времени сидеть и просто делать украшения для того, чтобы они у меня лежали. Да. Я работаю сейчас по заказу. То есть у меня есть заказ, я сделала, отдала. Есть заказ, я сделала, отдала. Вот. Потому что нет времени лишнего, чтобы вот сидеть и прямо делать, делать, делать. Хотя так хочется, вот не поверите, руки просто чешутся, коробки просто с шкафы ломаются. У Ларисы тоже очень много камней, фурнитуры. Да, очень много, поэтому прям хочется каждый день этому посвящать. Ну, увы. Лариса, еще обязательно будут спрашивать, где... У меня спрашивают, я отвечаю почти во всех комментариях, но все равно спрашивают. Комментарии как бы лень прочитать, проще задать вопрос. Поэтому у тебя будут спрашивать тоже, где покупаешь фурнитуру? Фурнитуру всю и все камни я покупаю через интернет-магазин. Вот. То есть просто в поисковике... Мой с Ларисой, я вот всем говорю, да, или в поисковике. Лариса мне со мной вот поделилась сайтами, всем бусики, лавка рукодельников. Да, их много, я много мастеров. Сайтов на самом деле очень много. Если мне нужен какой-то определенный камень под заказ, мне, например, клиентка заказывает, только из хризаколы, например, не нужен. Да. Я прямо в поисковике забиваю этот камень и ищу, где его можно купить. То есть это очень... То есть я тоже поисковиком легко вот пользуюсь. Если мне что-то определенное надо, набрала в поисковике. Высыпала кучу-кучу предложений. Выбрала самый нужный мне. И цена, чтобы устроила, и качество, ну, там, по виду, чтобы было красиво. И все, и выписываю. Да. Секретов никаких нет. Секретов никаких нет. Слингобусины я сама делаю, я их не заказываю. Слингобусы что такое, сразу расскажи, а то будут спрашивать. Это вот, например, украшение вот сейчас, которое на мне. Это деревянная бусина, обвязанная крючком, хлопковой пряжей, хлопковой ниточкой. То есть размер может быть абсолютно разным, от самых маленьких до самых крупных. Вот у тебя есть такие деревянные бусины? В стиле буха это сейчас очень много стилей. Вот такие деревянные бусины есть, если кто-то вот захочет, например, чтобы их обвязать. И разных размеров есть, да. Жгуты из бисера, пожалуйста, тоже как бы. Да, Лариса жгуты вяжет, с бисером работает. У Ларисы зрение хорошее, если что. Пока еще. Пока еще может, заказывайте. Да. Хотела я к вам обратиться, дорогие подписчики. С такой, не знаю, просьбой или как это сказать. Когда вышел наш ролик, где Лена была у нас в гостях, посмотрели его очень многие из вас. И был очень такой неприятный момент вчера, о котором бы я хотела прямо вот заострить внимание. То есть, я прямо сейчас вам зачитаю, что пришло на телефон моей дочери. Так. Анастасия, здравствуйте. У Елены Патраковой увидела вашу семью. Вы и ваша мама красавица, у вас хорошая семья. Я хочу дать вам совет. Не приглашайте в свой дом незамужнюю женщину. На всякий случай. Всего вам доброго. Я пишу от чистого сердца. Меня тоже зовут Лариса. Я бы очень хотела вас попросить не беспокоить мою дочь вот такими сообщениями. Потому что, ну, я думаю, даже нет смысла что-то объяснять. Здесь и так все ясно и понятно. Я вот, если честно, даже слов сейчас не нахожу. Выразить свое возмущение. Вот правда. Не обижайтесь, пожалуйста. Это, конечно, не каждого из вас касается. Но тот, кто это написал, он знает. И сейчас, я надеюсь, он меня слышит. И я просто хочу к этой Ларисе обратиться. Ну, мы, наверное, как-то, во-первых, и сами решим, кого нам в гости приглашать, а кого не приглашать. А, во-вторых, я даже не знаю, что вы имели в виду, о чем думали, когда вы это и писали. И, в принципе, вы могли бы мне это написать. Зачем беспокоить моего ребенка? Я вот это вот, конечно, немножко не понимаю. И хотела бы вас попросить впредь не делать больше этого. Спасибо. Я надеюсь, никого я не обидела. И учитесь выбирать друзей. Статус замужняя или там свободная, это не имеет значения, не отражается никак на характере человека. Сколько, если вы, допустим, замужняя женщина, то вполне вероятно, что вы как раз и можете напакостить. Да, если вы переживаете за то, что мой муж уйдет кому-то там или соблазнить, так туда ему и дорога. Зачем такой мужчина в доме тогда нужен? Это во-первых. А во-вторых, вот действительно, подруг выбирайте таких, чтобы... Быть уверенной, да? Быть уверенной, да, в них. Вот я в своей подруге уверена больше даже, чем в себе. Поэтому такие сообщения, конечно, мне не хотелось бы больше видеть и слышать. Я критику воспринимаю очень даже хорошо. И я адекватно как бы могу это все принять и отреагировать адекватно на любую критику. Но просто не хотелось бы, чтобы вы беспокоили мою дочь такими... А потом, я вот думаю, вот эта Лариса, которая написала это сообщение, насколько неблагодарный человек. То есть получается, что она пасется на моем канале, она пошла со мной к вам в гости, вместе со мной пошла, посмотрела и решила вот так меня отблагодарить, да? Не приглашайте. Какая вот бессовестная, бесцеремонная какая-то... Ну, это ей, конечно, откликнется. Да, очень неприятно. Я думаю, что мы услышали друг друга и поняли друг друга. Вот. А вообще, конечно, я еще раз от чистого сердца хотела бы всех поблагодарить за ваши искренние, теплые, добрые слова в адрес моей семьи. Большое вам спасибо. А на этом все. Надеюсь, вам было интересно. А теперь пока-пока. До встречи в следующем видео на канале Ларисы. Всего доброго. Всем пока.